Добрый день! Я методист Центра Физического Развития Гурина Ольга Васильевна. Молдодюж ЦФР – это спортивная школа в Великом Новгороде. С 28 марта мы организовали дистанционное обучение по трём видам спорта – лёгкая атлетика, художественная гимнастика и шахматы. Я хочу с вами поделиться нашим опытом. Я думаю, что он прост, доступен, простые формы, простые слова, очень лёгкая система работы. Я рада буду, если найду единомышленников, и мы с вами сможем поделиться нашим опытом. Вот сайт нашей организации. У каждой организации есть сайт, на котором есть, конечно, горячие новости, есть горячие кнопки. Такая же кнопка есть у нас. Вот мы занимаемся дома, занимайтесь дистанционно. Она очень доступная. Заходишь на сайт, просто на неё нажимаешь, и видишь сразу дистанционное обучение, где по дням, по неделям выложены те материалы, которыми должны пользоваться наши обучающиеся. Они распределены прямо по тренерам-преподавателям, сразу с названием группы, чтобы детям и родителям было удобно пользоваться. Сайт доступный, свободный, простой. Заходишь, вот, например, мы сейчас с вами увидим с 13 апреля по 19 апреля к любому из тренеров, ну вот, как, например, Сахарова Марина Брониславовна, художественная гимнастика. Сразу находим свою группу пятой базового уровня. Открываем и видим, что на этой неделе у нас есть несколько дней для занятий. Посмотрите, вот, например, вторник и суббота тренер предлагает вот такой материал. Он рассчитан на 40 минут. Доступный, простой, выполнимый, специально подобранный для того, чтобы работать дома. Как же мы достигли того, что все родители, обучающиеся, видят наш сайт, работают с ним, и что им это удобно? Смотрите, пожалуйста, конечно, самое распространенное, самое удобное для нас, для нашей России, это социальные сети, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Мы всегда говорим, что есть за и против соцсетей, но в данный момент это, наверное, именно те платформы к социальной связи, которые помогут нам работать с нами, с нашими воспитанниками. Есть, конечно, много плюсов и минусов в такой работе, но то, что наши дети практически все зарегистрированы ВКонтакте или в Одноклассниках, это плюс, это, наверное, на данный момент большой плюс, большая помощь нам. Очень просто, имея группы и странички в каждом из вариантов, предложенных мной в Одноклассниках в Фейсбуке или ВКонтакте, можно завести страницу по видам спорта, можно иметь страничку сразу для того, чтобы входить на нашу страничку Центра физического развития. Все ссылки есть на сайте. Вот, например, мы заходим на страницу Дюж ЦФР, спортивная школа, и видим ту работу, которую ведут наши тренеры-преподаватели. Как она выглядит? Почему я хочу вам сегодня о ней рассказать? Конечно, тренеры разные, разные возможности. Конечно, они хотят как можно быстрее и лучше донести материал для воспитанников, увидеть отдачу, увидеть то, как они с ними будут взаимодействовать, потому что каждый хочет добиться определенного результата и потерять наших воспитанников или потерять их форму. Это очень обидно для любого педагога. И поэтому, посмотрите, я сейчас вам покажу, наверное, то, что многие хотели бы скрыть, но проблемы у всех одни и те же. Вот, например, тренер-преподаватель выслал мне материал 2 апреля на следующую неделю для того, чтобы его оформить. Да, я их методист, не педагог, поэтому, наверное, я стараюсь им помочь именно в оформлении и донесении этого материала. Поэтому, когда материал прислан в такой форме, я с удовольствием его печатаю, с удовольствием оформляю, располагаю во всех наших сетях, во всех наших группах, на нашем сайте, для того, чтобы все педагоги смогли и сами общаться друг с другом и со своими обучающимися. Вот, наверное, самая большая наша беда – это нет возможности у преподавателей что-либо донести, оформить. Я считаю, что тот, кто не хочет, тот и не делает. А когда человек не ищет причины, почему этого не будут делать, а захочет, то всегда может найти выход. Поэтому мы с удовольствием выкладываем на сайте наш материал, поддерживаем его во всех наших сообществах. Вот посмотрите, например, Дюжс ЦФР, открою вам, посмотрите, каким образом, например, Легкая Атлетика в дальнейшем отправляет еженедельно свои видео, фото, для того, чтобы можно было каким-либо таким добрым общением посмотреть, посоревноваться друг с другом, кто что и как делает. Получить от тренера какие-нибудь интересные конкурсы, может быть, поучаствовать в конкурсе фотографий, в конкурсе шпагатов, как вот художественная гимнастика проводила, они все прислали фото и посмотрели, у кого лучше, и получили те или иные добрые замечания от своего тренера. Итак, мы с вами посмотрели простую доступную работу через соцсети. Вконтакте, имея группы, группу по видам спорта, группу нашей организации. И сайт, можно спокойно и прекрасно выкладывать весь материал, очень доступно работать. Я с удовольствием хочу вам представить еще группу в дневнике.ру, это по виду спорта шахматы. Они работают давно с дневником, они всегда пользовались именно этим материалом, этим доступным дистанционным обучением. Всегда давал тренер именно здесь задания, дети к нему привыкли, и они пользуют в данный момент именно данный учебный процесс, как и было налажено раньше, только немного больше выкладывают туда разные информации. Итак, дневник.ру, российская электронная школа, где очень хорошо теоретический материал представлен. Мы с удовольствием используем его по физкультуре, по лёгкой атлетике. Например, там есть хороший теоретический материал, есть туда ссылки, и родители, дети пользуются. А так, вот вы видели. Итак, наш сайт, простой доступный материал, который выложен туда, выкладывается всегда, постоянно. Вот, например, как конкурс ГТО глазами детей. Точно так же мы видим, весь материал выложен по программе спарта. Есть материал по трем видам спорта. И я считаю, что, наверное, лучшее, что мы можем сделать для наших детей, это превратить социальные сети в то доступное, хорошее и доброе, чем они и должны для нас быть. Не то зло, когда мы сидим около экрана и просто бездумно играем в те игры, которые нас не развивают. А действительно, мы используемся им для общения, для того, чтобы развить себя, для того, чтобы быть действительно на пике нашего времени. Я рада, что поделила с вами своим опытом. Спасибо большое. Всем успехов. До свидания.